Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Что усиливает стресс и что его ослабляет? Если мы будем знать об этом, то сможем успешно противостоять стрессу. Итак, сегодня это тема нашей программы. А на наши вопросы отвечает психолог Ольга Ижогина. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Мы продолжаем тему стресса и управления стрессом. Какие раздражители, так скажем, вызывают стресс? Спасибо, Юлечка, за вопрос. Я хочу иллюстрацию привести, чтобы нам понять хорошо эту тему. Стивенкови в своей книге описывает такой случай. Когда были морские учения, там было два линкорна военных, однажды ночью капитана доложили прямо по курсу свет. И тогда капитан сказал, сигнализируйте, отклоните курс на 20 градусов. И было им сигнализировано обратно, нет, вы отклоните курс на 20 градусов. Ну, капитан обиделся и сказал, пожалуйста, сигнализируйте, я капитан, прошу отклонить вас курс на 20 градусов, иначе неизбежно столкновение. Ну вот, обратно ему ответили, я матрос второго ранга, прошу вас отклонить курс на 20 градусов. Ну, капитан вспылил, говорит, сигнализируйте, мы линкорн. Ну, сигнализировали линкорн, и пришёл ответ, я маяк. Многие люди даже не допускают, что у них есть проблемы с представлениями. Но если мы не замечаем маяка, да, мы можем в него врезаться. Точно так же многие люди считают, что ничто не мешает им жить счастливой жизнью, никакие их убеждения, никакие их подсознательные диалоги самим с собой не могут повлиять плохо на них. Однако даже у людей грамотных, которые давно занимаются контролем над стрессом, всегда есть представления, которые могут породить стресс. То есть вот, Оля, вы ведёте речь о представлениях. А мне кажется, что часто мы думаем, что стресс возникает где-то, источник стресса вне. Это какие-то грубые люди, это чья-то безответственность, это чьи-то ошибки. А мы страдаем, мы жертвы. А вы говорите о том, что многое очень связано с нашими представлениями, то есть с нами лично. Да. Известный специалист в области стресса Ганн Селье, мы уже вспоминали здесь его, говорил, что стресс – это не специфическая реакция организма на раздражитель. То, что вы перечислили, оно действительно существует в нашей жизни, раздражители бывают разные, и каждый из нас сталкивается с неприятными ситуациями в своей жизни. Но как мы будем на это реагировать, либо усиливая этот раздражитель и реакцию организма, либо ослабляя – это зависит от наших представлений во многом. Ну, могу привести пример. Не так давно появилась на пороге девушка, она была с опущенными плечами, понурая, видно, что она была очень уставшая, мне даже показалось, что она ужасно выглядит. И она мне сказала, у меня всё плохо, у меня всё так плохо. Я говорю, ну, давай разбираться, что. Она всё плохо, на работе плохо, на учёбе плохо, в личной жизни плохо. То есть вот такое катастрофическое мышление, что всё буквально плохо. Она своими способами пыталась справляться с этой проблемой, неправильными способами, с помощью вредных привычек, ничего у неё не получается, её состояние ещё ухудшилось от этого. Депрессия ухудшилась. То, что в человеке возникло истощение, это понятно. И то, что человек находился в состоянии стресса, это понятно. Но её представление было несоразмеримо с той ситуацией, которая у неё была. Потому что буквально через месяц эта девушка вошла ко мне цветущая, благоухающая, совершенно в другом настроении, и сказала, что у меня всё прекрасно, всё решилось. Иногда изнурительная работа может загнать человека в подавленное состояние, ему будет казаться, что вся жизнь просто идёт не так. А этой девушке хватило буквально небольшого короткого отпуска для того, чтобы восстановить силы, для того, чтобы по-новому посмотреть на свою работу, на свою учёбу. И всё решилось. Но хорошо, что она призналась в этом. И хорошо, что мы могли побеседовать с ней о её представлениях, чтобы всё-таки она не зацикливалась на том, чего нет, а посмотрела на то, что есть. И поменяв представление о жизни этого человека, изменилась в корне. Ну вот вы сказали о катастрофическом мышлении. То есть, насколько я понимаю, это когда человек не какую-то сферу своей жизни считает неудавшейся, а просто говорит, что плохо действительно всё. И в семье, и на работе, и здоровье, и отношения. Хотя на самом деле, может быть, проблема в чём-то в одном, но он просто окрашивает в чёрный цвет полотно всей своей жизни. И то есть это вот такое субъективное мнение, это преувеличение масштабов трагедии, так скажем так. Да, совершенно с вами согласна, Юлечка. Но иногда катастрофическое мышление касается и какой-то одной сферы. Вот, например, молодой человек говорил, что у него стресс, что он плохо себя чувствует, страдает из-за этого. И он связывал это с неприятностями на работе. И когда мы стали разбираться, да, он говорит, вот такие клиенты попадаются, ну, вообще невыносимые, вот не хочу просто с такими людьми работать. И вот вообще кризис такой, что человек просто обессилел, человек извёлся. Когда мы с ним стали выяснять, оказывается, что большинство клиентов, в общем-то, благодарные, довольные, и никаких неприятностей ему не доставляют. Что действительно попадаются тяжёлые люди, но которые, знаете, любую проблему решают это так, что всем плохо вокруг. И поэтому какие представления этого молодого человека, как вы думаете, загнали его вот в этот вот гнетущий стресс, что он от него обессилен? Ну, если, например, у него один-два клиента из десяти-пятнадцати ведут себя как-то, ну, неадекватно, грубо, слишком требовательно, то понятно, что ему уже вообще не мила эта работа. Хотя вот остальные, там, может быть, 80% клиентов, они вполне нормальные. Да, вы совершенно правильно поняли эту ситуацию. На самом деле он ожидал, что все 100% будут ему благодарны, довольны, и всё. А такого не бывает. То есть если бы он сразу себя настроил на то, что могут быть трудные люди, и бывают разные обстоятельства, может, он там с женой поругался, может, он заболел, может, он ещё что, почему он так на него отреагировал, почему он себя так грубо с ним повёл, оскорбил и прочее. И если бы он заранее готов был к тому, что будут люди, которые будут создавать ему какие-то конфликтные ситуации, то, возможно, любому человеку, который не создавал бы ему конфликтную ситуацию, он бы мог радоваться. Понимаете, да? Это ему бонусом. То есть если, приходя на работу, он бы уже был готов к тому, что может возникнуть какая-то конфликтная ситуация, какой-то раздражитель может воздействовать на него, но он бы был готов к встрече с этим раздражителем, принимая эту ситуацию, принимая людей таких, какие есть. Ведь мы тоже раздражаемся иногда, да, и тоже можем себя где-то повести неадекватно и с кем-то. Но это, конечно, очень дестабилизирует вот такое отношение. Понятно, что, допустим, если ты находишься в рабочем коллективе, и там вроде бы доброжелательные отношения, и тебя хорошо принимают, и с тобой считаются, но, допустим, возникает конфликтная ситуация, когда люди переходят на повышенный тон, когда люди начинают вспоминать что-то, понятно, что это очень неприятно, и это нас выводит эмоционально, психологически, из себя, и тут уже разум, видимо, выключается, действуют эмоции, и вот это все очень тяжело перенести. И поэтому как-то автоматически все окрашивается в черный цвет, это когда мы приходим, например, с работы, говорим, что у меня был плохой день. А плохой он был не потому, что там зарплаты лишили, или все вокруг тебя ругали, а просто из-за какого-то одного человека. Ну как-то вот все равно это тяжело очень на практике. Да, на самом деле конфликтные ситуации могут возникнуть, если особенно мы к ним не готовы. Но давайте с вами вот уже вы у меня о стрессе много услышали, давайте с вами разберем эту ситуацию. Человек гневается, раздражается, оскорбляет, да? А вы из-за этого страдаете. Почему человек гневается, раздражается? Ну, кто его знает? Почему? Ну, значит, вот есть какой-то раздражитель. Значит, у него есть какой-то раздражитель. Значит, человек в стрессе, правильно? Ну, наверное, да. То есть этот человек находится в стрессе, да? Причем в стрессе неконтролируемый. Он себя уже не контролирует. У него уже нервный срыв. То есть этот человек попал в тяжелую ситуацию. У него есть какой-то раздражитель, как вы верно заметили. Он устраивает стресс еще и другим. То есть у него может вообще в личной жизни проблемы, в семье что-то плохо, или кто-то болеет, но это все понятно. Но не надо другим жизнь-то портить. Нет, но если нам это понятно, что ему плохо, что у него есть какой-то раздражитель, значит, ему хуже, чем нам. Мы-то еще пока не агрессируем ни на кого. То есть нужно с такой позиции смотреть. Значит, ему хуже. Если он так себя ведет, значит, он уже не контролирует ситуацию. Значит, ему хуже, чем нам. Мы-то еще можем контролировать ситуацию, понимаете? К тому же мы говорили с вами про стрессовые баки. Стрессовые баки у всех разного размера. И здесь уже и наследственность, и воспитание, и просто физическое состояние человека играет большое значение. И кому-то себя сдерживать легко, а кому-то сдерживать себя трудно. То есть, получается, мы должны понять другого человека. Он на нас, может быть, накричал, он что-то плохое сделал, мы должны его понять. То есть снизойти, простить. Да. Вы же сами сказали, у него там проблемы в семье, проблемы со здоровьем. Но это, скорее всего, без раздражителя. Человек раздражительным не станет, понимаете? То есть там действительно какой-то гнетущий стресс, уже продолжительный, который его мучает. Поэтому себя человек так ведет. Ну, да, я понимаю. Ну, мы умом это можем понимать. Но поскольку такие люди очень часто разводят на эмоции, то есть на тебя накричали, ты пришел спокойный, довольный жизнью. Вдруг тебя вызывают, или вдруг, или даже это может быть не на работе, может быть, это среди приятелей, друзей. Вдруг на тебя косо смотрят, вдруг начинают с тобой сквозь зубы разговаривать, вдруг какие-то претензии начинают предъявлять, хотя ты пришел на встречу довольной счастливой, вот в полной душевной гармонии. Умом мы можем понимать, что да, наверное, этот человек может не выспался, а может быть, у него просто вот такое общее состояние. Вот, но наши эмоции, они все равно как бы мы начинаем так же отвечать. Мы тоже повышаем тон, мы тоже хотим оправдаться, мы тоже хотим как-то вообще сказать, ты вообще что с тобой? Ты почему себя так ведешь? Ты что себе позволяешь? И, как правило, вот этот вот накал, этот градус повышается, потому что, ну, мы же тоже живые люди, мы тоже же своими эмоциями. Правильно, Юлечка. Причем вы, наверное, замечали, есть люди вам приятные, а есть люди неприятные. Ну, это у всех так бывает. Так вот, когда именно неприятные люди ведут себя с нами неприятно, нам это наиболее неприятно. А приятные люди могут даже позволить себе где-то там и громко что-то сказать, может быть, и раздражительно, но мы их любим, они нам приятные люди. И это тоже влияет на нашу реакцию. Ну, конечно, влияет. Если, например, мой близкий друг, который, ну, как бы, с ним мы многое прошли, например, мы знаем друг друга, мы помогаем друг другу, поддерживаем друг друга и получаем взаимную какую-то помощь и обогащение, и тут вдруг, допустим, подруга мне что-то такое сказала, я ее прощу, и прощу ее я быстро, потому что у меня багаж вот этих наших отношений за плечами, и как бы я это забуду. Но если человек, который в меня, так скажем, не вкладывает, ну, я его плохо знаю, и он начинает на меня кричать и мне грубить, понятно, что я его не прощу так быстро, как, например, свою близкую подругу. Ну, то есть это естественно вполне. Получается. Потому что нет дружбы, близости. Да. Получается, близких людей мы за такие же поступки прощаем, а людей неприятных нам и дальних, да, но с которыми нет дружбы, мы не прощаем. Ну, посмотрите, в чем разница? В чем разница? Ведь одинаковая ситуация. Здесь на вас пылили, и здесь на вас пылили. Просто есть представление, что одним я позволяю, а другие должны себя вести по-другому, да? Ну, как бы не то, что позволяю. Я это, ну, принимаю. Мне это тоже не нравится. Я, может быть, потом могу сказать, ну, ты вот так вот сказала, ничего не приятно. Но как бы отношения сохраняются, а там отношений нет. Мне кажется, вот тут проблема в том, что с кем-то есть близкие отношения, ты быстрее прощаешь. С кем-то есть, нет отношений вообще, и тут еще и кричишь-то на меня по какому праву. Вот смотрите, какие могут быть отношения с клиентами, неблизкие, правильно? Понятно. Но когда этот молодой человек поменял свое отношение вот этим неблизким ему людям и стал понимать, что если они кричат, значит, им плохо, значит, у них стресс, значит, им сейчас еще тяжелее, чем ему, и допускать такое, что возможно, что кто-то на него сорвется, он по-другому обстрелял на свою работу. А пришел он вообще с желанием бросить эту работу. Хотя она в других вопросах его устраивала, и он действительно прекрасный специалист, и хорошо справляется с этой работой. Он что поменял? Представление. Представление. Своим отношениям. Понимаете, работа не поменялась. Клиенты будут как хорошие, так и плохие. Но поменяв свое представление, он на следующий день, работа уже пошел с каким настроением? Ну и что? Ну и наорет кто-нибудь. А если не наорет, это мне будет бонусом. То есть, понимаете, все зависит от того, как мы относимся. Ну то есть важно себя настроить, да? Ну если ты работаешь среди людей, я читала о том, что вообще, ну как бы работа, которая связана с людьми, с большим количеством людей, она вообще очень стрессовая всегда. Да, да. И в общем, если ты работаешь с людьми, понятно, ты настраивай себя всегда на то, что люди разные бывают. Конечно, да. И если ты настроишь себя на то, что возможен конфликт, а конфликта не будет, ты будешь таким счастливым. Но если ты настроишь себя, что все должны со мной поступать справедливо, заметьте, все и всегда. Такого никогда не будет. Ну понятно, жизнь часто нам преподносит как приятные, так и неприятные сюрпризы. Надо жить вот именно на этой планете в данный период времени и быть готовым к тому, что тебе преподнесет жизнь. Тогда действительно нам будет легче встречать такие невзгоды. Ольга, время нашей программы подошло к концу. Мы продолжим разговор о стрессе, о том, как им управлять в наших следующих программах. Благодарю вас. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин